здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала и в прошлых видео мы с вами отшили вот такие вот джинсы которые я шила своему сыну и с удовольствием поделилась с вами технологии обработки всех элементов ссылки на видео оставлю в описании и сегодня пришло время познакомить вас с готовым изделием а также показать как она выглядит на человеке и поделиться некоторыми секретиками в обработке ну а теперь немножечко расскажу о модели джинсы выполнены из джинсовой ткани с небольшим процентом эластана джинсы классического кроя прямые в меру широкие здесь имеется вот такой вот карман в кармане обычная застежка гульфик приточной пояс со шлевками и соответственно сзади накладные карманы засыпаем закреплены хольнитенами для прочности в некоторых местах сделаны просто закрепки чтобы не было очень много металла установила вот такой вот куговицу она типа кнопки пробивная петля выполнена просто на машинке и вот так выглядит гульфик металлическая молния все швы отстрочены яркими нитками причем нитки обыкновенные я прокладывала строчку в две нитки поэтому получились вот такие вот яркие строчки низ подогнут ниткой в цвет так захотел ребенок подгибка с закрытым срезом обыкновенная боковой шов боковой шов отстрочен только до линии бедра а теперь рассмотрим брюки изнутри мешковины кармана выполнены из клопчатой бумажной ткани обработка закрытым срезом это выворотный или французский шов гульфик обработан косой бейкой с этой стороны тоже обработка косой бейкой боковые швы обработаны на оверлоке а шаговый шов и шов сидения соответственно обработан вот таким вот закрытым и так как я не шью каждый день джинсы хотела поделиться с вами двумя моментами точнее можно сказать ошибками но в принципе эти ошибки на готовом изделии незаметны и так ошибка номер один джинсы выполнены с застежкой на мужскую сторону поэтому когда я соединяла средний шов по спинке я тоже заутюжила его на мужскую сторону но в итоге когда я соединяла между собой переднюю и заднюю половинку у меня получилось что припуск передней половинки завернут в одну сторону а припуск задней половинки завернут в другую сторону и как хорошо что мой сын захотел от строчку в одну полос поэтому я совместила их по этой вот яркой строчки а припуски у меня застрочены в разные стороны но это является плюсом потому что я шила брюки на бытовой машине и соответственно любые утолщения это очень проблематично и так как у меня получились припуски в разные стороны то соответственно этот узел на бытовой машинке очень легко обработался и в результате в принципе эта ошибка как бы не играет какой-то сильной роли и вторая ошибка на примерке еще до притачивания пояса я обратила внимание что по линии талии брюк идет ну как бы свобода и решила слегка присобрать чтобы припосадить по линии талии притачала пояс и когда пояс был готов он просто не застегнулся потому что я шила как бы по женской логике когда хочется чтобы на талии пояс затягивался а у мужчин немножечко по-другому им надо чтобы все было свободно поэтому мне пришлось все отпороть и так как ткани больше не было чтобы выкроить новый пояс я вот здесь сделала соединительный шов и за шлевкой вот этот вот этот вот кусок пояса буквально сантиметров 10 я его добавила вот соединительный шов он прячется за шлевкой то есть в принципе мы устранили дефект пояс у нас теперь соответствует по желанию так сказать клиента и брюки выглядят без всяких дефектов и конечно очень сложно заставить мужчину попозировать поэтому что получилось как говорится то получилось м м Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот вроде бы и все. А вы уже сшили свои джинсы? Предлагаю вам попробовать и желаю творческих успехов! До скорых встреч!